Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с ситуацией, что происходит конкретно в Турции. Потому что там произошло очень страшное землетрясение. И теперь я вчера выдвинул такую версию, что там могло быть использовано, как его называют, климатическое или геофизическое оружие. Многие не поверили, подумали, что все это чушь. Но нет, вот статья как раз по этой теме очень интересная. Хочу вас ознакомить. Идеально адское оружие. Мощное землетрясение в Турции случилось как по заказу. Но это точно. Понимаете, как будто специально хотят уничтожить Турцию, стереть города с лица земли. Второй вариант я вам хочу объяснить, почему. Потому что, вот, был нанесен удар по нефтепроводу Баку, Тбилиси, Джейхан. И подача нефти будет сокращена в случае необходимости. Понимаете? Слишком очень много совпадений. Потом шторм обрушился на Израиль. Понимаете? Все в один день. Понимаете? Столько совпадений это не может быть. Это уже когда начинаются вот такие апокалипсы в мире. Это значит, что-то это все запрограммировано как бы. И все использовано какое-то, я уже предполагаю, что именно оружие. Его называют правильно геофизическое оружие. Я вам говорил. И вот видите, сейчас как выглядят города Турции. Понимаете? Такие землетрясения так просто не бывают. 8 баллов. Сейчас ознакомлю, что здесь пишут в этой статье. Землетрясения, природные катаклизмы способны вызвать геофизическое оружие. Но доказать его очень практически невозможно. Признался эксперт Владимир Прохватилов. Тысячи раненых, убитые, пропавшие без вести. Города, превратившиеся в руины в считанные минуты. Это могло стать следствием использования геофизического оружия. Такую версию выдвинул старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. Землетрясение, которое произошло вчера, 6 февраля, затронуло практически весь Ближний Восток. Ирак, Ливан, Иорданию, Израиль. Но особенно пострадали Турции и Сирии. Как говорят сейсмологи, такого землетрясения не было 80 лет. Однако, военная аналитика насторожила то, что эти землетрясения проходят в тех местах, которые обычно называют горячими точками. Где происходят те или иные этические военные конфликты. Меня тоже насторожило это, понимая ситуацию, что здесь Турция, а рядом уже Азербайджан. И, понимаете, и проходит этот трубопровод, вернее, нефть, да, качают. И, понимаете, это уже не совпадение. Когда наносится удар по нефти, по ценам мировым, это уже неспроста, я скажу, ребята. Это уже запрограммированное, думаю. Понимаете, это все делается... Такие вещи так просто не делаются. Вот. И вот пишет, да, это все как бы... Землетрясение произошло в тех местах, которые обычно называют горячими точками. Эксперт не исключил, что землетрясение и другие природные катаклизмы могут быть следствием использования геофизического оружия. Видите, как сейчас города в Турции выглядят. Вот. Вот так и есть это использование геофизического оружия. Так. И вот, что пишет здесь. Есть опасения, что это может быть рукотворное, что это все руку приложило США. Тектоническое называемое правильное оружие разрабатывалось еще со времен Холодной войны. К примеру, этим занимались в США проект ХАРП. Вот здесь по-английски написано, как он называется. Программа исследования ионосферного рассеяния высокочастотных радиоволн. Как выяснил этот специалист, в полярных широтах создали мощный излучатель, который мог посыпать в ионосферу ионные пучки высокой мощности. Они отражаются от плотных слоев сартосферы, попадая в задный район Земли. Исследователи говорили, что это могло вызвать сильнейший перегрев Земли. Вот этот человек, Владимир Прохватилов, правильно. И вот показана схема, как это действуется. Ну вот, здесь все показано схеме, как вызвать землетрясение. Показано. В случае, эти радиоволны вызывают природные катаклизмы на Земле. Можно также встретить утверждение в прессе, что все серьезные катаклизмы, которые происходили в России, Китае, Индии, Европе, Пакистане, начались как раз после запуска проекта ХАРП. Но пока достоверность трудно доказать, это американцы, видите, вот все это используют. И не допускают они никому, чтобы они, все эти люди, ну всех стран, как бы сказать, комиссии, чтобы проверили всю эту схему работы. Никого не пустят. Конечно, ни России, ни Китай. США главенствуют в мире, они хозяева считают миром. И вот они, понимаете, вот тут схема, как это все выглядит. Так, как утверждало американское правительство, проект позволит ведущим исследователям атмосферы изучить ионосферу, верхний слой Земли. Но очень быстро общественно стало сомневаться в заявлении чиновников, как начали сталкиваться с странными явлениями. Резкими потеплениями климата на Земле, да, частыми лезерными трясениями. Причем не только на Аляске, где существуют проекты, но и в других частях мира. В частности, не раз о воздействии проекта на Венесуэлу говорил и ныне покойный президент Уго Чавес. Выражал сомнение, что исследователь изучает ионосферу, а не пытается найти способ влиять на климат. И бывший губернатор Миннесоты, штат США Джесси Вендута. Понимаете, уже вот эти все стоят, все эти оборудования, все это и есть. Я говорю, вот проект ХАРП имеет 360 радиопередатчиков, 180 ТЭН, 5 мощных генераторов. Вот как все это выглядит. И вот, видите, что происходило раньше в Иране. Сейчас я объясню, в чем дело. Причем Джесси Вентуру, как губернатор штата, попросил допустить его на станцию. Но получил отказ, представляете, совок губернатора США не пускает на эти станции проверить, что там происходит вообще. Критики этой системы ХАРП утверждали, что только проект обладает способностью посылать микроволновые излучения даже под землю, воздействия на линии разломов земной коры. Так вот, почему эти в Турции такие разломы. Вчера я там ролик показал, дороги все, прямо как будто их разломали глубиной 2 метра. Я говорю, так они говорили, что только ХАРП имеет возможность фокусировать энергию с поля на определенное место в атмосфере. Ну, в одно место, дали на Турции, и все. И вот, раньше в Иране такое все происходило. Вот фотографии. ХАРП даже связывается с Иранно-Иракским землетрясением, произошедшим в ноябре 1917 года, когда погибли 500 человек. Видите, пробная была, вариант уже в Иране погибло 500 человек. Как утверждается в документе военно-воздушных сил США в 1925 году, который гуляет на просторах интернета, уже к 1925 году, хотят что-то еще такое получше придумать. Изменение погоды станет частью внутренней и международной безопасности, и может быть применено в одностороннем порядке. А, так у них документ есть, они могут уже в одностороннем порядке менять погоду, где хотят, и эти землетрясения вызывать. Оно также может применяться в наступательных, оборонительных целях, и даже использовать как фактор сдерживания. Да, и вот чего, этот проект, оказывается, в Америке уже есть. И вот, в 1925 году все уже будет сделано. Если что, сейчас Россия пойдет наступать, их прямо, вот, землетрясение в Москве сделают там, и все, у них развалится нахер, вся эта Красная площадь с Павзолеем Ленина. Так что у американцев есть это оружие уже, вот, все здесь написано. Она даже может иметь, да, в наступательных применяться, оборонительных целях, а, издерживать наступление армии РФ. Способность генерировать осадки, туманы, штормы на земле, или изменять космическую погоду, создание искусственной погоды. Все это является частью интегрированного набора военных технологий. Ясно, это военные технологии. Так, и вот теперь, в 1913 году бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, а ныне гражданин России, слил секретные правительственные файлы. Некоторые из которых раскрывают многочисленные глобальные изменения системой ХАРП. В документах утверждается, что естественные геомагнитные волны заменяются искусственными наземными волнами очень низкой частоты. Они соответствуют частоте мозговых волн человека и может влиять на поведение человека. Ну-ка, они из человека в зомби уже сделали. Я вижу, в России там уже, не знаю, в Америке, может, не зомбированные, в России все уже зомбированные ходят. Так что вот, ребята, я вам говорю. И вот и Вассерман еще тут, Анатолий Вассерман говорил, допустил создание концепции управляемой грозы, которую можно использовать как оружие. Так что, ребята, все непросто, я вам говорю. Вот, раньше были уже такие землетрясения в Иране, где погибло 500 человек. Вот эта схема работы. Как раз вам все я показываю, как это еще. И ссылку дам на ролик, сами все почитайте. Вот специалист, который понял, как это все происходит. А вот как вчера и сегодня выглядят дома, которые были разрушены в результате землетрясения. Вот. Так что вот такая статья. Это и есть идеальное адское оружие. Мощное землетрясение в Турции случилось как по заказу. Все правильно. Вот такие новости, ребята. Всем спасибо. Всем пока. До новых встреч.